Но вначале о том, что Екатеринбург и Нижний Тагил получили звание «Город трудовой доблести». О соответствующем решении сегодня заявил президент Владимир Путин во время заседания Организационного комитета «Победа». Всего почетного звания удостоены 20 российских городов. Аргументы здесь очевидны и убедительны, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. За бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамён Государственного комитета «Оборона». Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены. И, конечно, хотел бы ещё раз это подчеркнуть. Мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирают искреннюю и широкую народную поддержку инициативы присвоения почётного высокого звания «Город трудовой доблести». Отмечу, сбор подписей за присвоение почётного звания проходил параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию на избирательных участках. В поддержку инициативы в Нижней Тагиле и Екатеринбурге в общей сложности выступили 700 тысяч человек. Сегодня на Среднем Урале с нетерпением ждали окончательного решения Организационного комитета. Теперь, согласно принятому в феврале федеральному закону, в городах, которые удостоены такого звания, будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. С присвоением почётного звания жителей региона поздравил губернатор Евгений Куйвышев. «Это прежде всего заслуга самих уральцев, и тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя». «Для Екатеринбурга, Свердловска, это очень значимое событие, потому что, может быть, награда, она очень долго ищет своего героя, но для нас это, безусловно, важно». Продолжение следует...